Всем привет друзья, меня зовут Максим Шубин, канал это реально интересно и сегодня мы поговорим про легендарную серию компьютерных игр под названием Большое ограбление авто или Grand Theft Auto или GTA. Поехали! Кстати, я тут посмотрел аналитику канала и оказывался 96 стелек и 0,7% смотрит мой канал, но на него не подписаны. Давайте это исправлять! Подпишитесь на мой канал и сделайте кнопку подписаться серой и не забудьте поставить лайк этому ролику и нажать на колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления о новых роликах на канале, это реально интересно. Сегодня я хочу выяснить, какая игра из этой серии самая крутая по вашему личному мнению. Для этого мы проведем голосование в комментариях, нужно написать игру, которая по твоему мнению самая лучшая. Напиши хэштег GTA, если ты за самую первую часть игры 97 года, кстати, это год моего рождения. Хэштег GTA 2, если ты за вторую часть игры. Хэштег GTA 3, если ты за третью часть игры, это была моя первая GTA, в которую я поиграл со своим старшим братом. Эх, ностальгия. Хэштег GTA Vice City, если ты за четвертую часть игры. Хэштег GTA Advance, если ты за пятую часть игры. О да, Advance это уже пятая часть игры. Хэштег GTA San Andreas, если ты за шестую часть игры. Хэштег GTA Liberty City Stories, если ты за седьмую часть игры. Хэштег GTA Vice City Stories, если ты за восьмую часть игры. Хэштег GTA 4, если ты за девятую часть игры. Хэштег GTA Chinatown Wars, если ты за десятую часть игры. И хэштег GTA 5, если ты за одиннадцатую часть игры. Фух. Перечисли все основные игры в серии, но обо всем по порядку. Начну с самой первой игры, которая называется просто GTA, без дополнения в названии. Grand Theft Auto это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре приключенческого боевика. Первая в составе известной одноименной франшизы. Игроку предстоит взять на себя роль преступника, который может свободно перемещаться по городу и выполнять различные задания криминального характера. Такие как заказные убийства, угоны и тому подобное. GTA состоит из уровней в каждом городе игры. На каждом уровне игроку необходимо набрать определенное количество очков. Кроме того, ему даются 5 жизней или попыток. Количество очков игрока представлено в виде денег, которые игрок может потратить, например, на перекраску своих автомобилей и другие цели. Однако, растрачивая деньги, игрок пропорционально теряет изработанные очки, отдаляя таким образом переход на следующий уровень. Набрав необходимое количество очков, игрок должен посетить определенное место на карте, после чего он переходит на следующий уровень. Главная отличительная черта игры в том, что игрок свободен в выборе. Он может свободно путешествовать и делать все, что захочет. Игрок при желании может посетить любое место в городе, крушить машины, убивать людей на улицах, красть или продавать дорогие машины. Тем не менее, для прохождения уровня требуется выполнить определенный набор миссий. В заданиях игры также присутствует свобода действий, так как обычный игрок сам выбирает дорогу к фиксированному пункту назначения. Такой уровень свободы не типичен для большинства экшн игр. Свобода действий, перемещения и разнообразие возможностей стала визитной карточкой серии Grand Theft Auto. И сделали ее одной из самых известных и самых продаваемых серий в истории игровой индустрии. В игре представлено три города, смоделированных с реальных городов. Liberty City – это Нью-Йорк, San Andreas – это Сан-Франциско и Vice City – это Майами. Большинство миссий игрок получает с помощью телефонных автоматов, расставленных в обилии на территории городов. Но также можно получить дополнительные поручения, придя в нужное место или сев в определенный автомобиль. Полиция занимает очень важное место в GTA, ограничивая игрока в его действиях. Чтобы попасть под внимание полиции игроку, достаточно совершить несколько правонарушений, задавить пешехода, столкнуться с машиной полиции, начать перестрелку на улице. Ну, знаете, такие незначительные правонарушения – русская реальность. Если что, это была шутка. Кроме того, уровень внимания может повышаться с единицы до четырех, и действия полиции по отношению к игроку при этом будут все более агрессивными, вплоть до вызова спецназа. Иногда уровень внимания полиции повышается из-за условий взятой миссии. Например, во время ограбления банка. Цель полиции – арестовать игрока, но если уровень их внимания достаточно высок, то преследующий игрока полицейский вполне может и убить его. Если же игрока арестовывает, то он в конце концов оказывается у полицейского участка без оружия, брони и множителя очков. В игре представлено огромное количество машин, начиная с быстрых спортивных авто и заканчивая медленными грузовиками. Каждая из них может быть украдена протагонистами игры. Каждый автомобиль взрывается после определенного числа выстрелов из любого оружия или после одного выстрела из гранатомета. В первой части игры уже был внушительный список саундтреков. Оригинальный Grand Theft Auto был разработан для DOS, а позже был портирован на Microsoft Windows, Sony PlayStation и Game Boy Color. Для Game Boy Color версия была введена цензура. Убрали кровь и насилие. Сама игра вышла 8 ноября 1997 года. Ребят, напишите в комментариях свой год рождения в Европе. Позже она появилась и на других рынках. Также я припас несколько интересных фактов об игре. Одним из пасхальных яиц в игре является известный бонус Гоуранга, даваемый за массовое уничтожение монахов Хари Кришна. Эльбура, человек у которого игрок берет миссии в Сан-Дресе, также появляется в GTA 3, там он лидер банды Диаблос в Портленде и также выдается игроку задание. Head Radio, единственная радиостанция, которая появляется в нескольких частях серии Grand Theft Auto. Ранее планировалась версия для Sega, Saturn и Nintendo 64, но они были отменены. Многие песни из игры используются как фоновая музыка для дешевых и в GTA 2. На официальном сайте Rockstar в секции специальные средства передвижения упоминается лодка. В игре ей управлять нельзя, но она несколько раз появляется в миссиях. Изначально игре хотели дать название Race and Change. 22 марта 2011 года опубликованы документы, датированные 1995 годом с описанием концептов игры, которая в итоге стала первой GTA. GTA 2 вышла 30 сентября 1999 года, а в России вышла 4 ноября того же года. GTA 2 была разработана компанией DMA Design, ныне Rockstar North. В отличие от других игр серии, действия игры происходят в будущем, на момент выхода игры, конечно же. На официальном сайте Rockstar пишется конкретная дата. 2013 год в мегаполисе, называемом в игре Anywhere City, город где угодно. Прототип города неизвестен, однако в снятом для повышения популярности игры ролики показан Нью-Йорк. Стиль игры стал более эстетичным, совместив себе кибербанк и старомодные машины. Город Anywhere City состоит из трех уровней или районов. Первый уровень The Downtown Area, который включает в себя казино, отели и множество институтов и университетов. Вторая зона The Residential District, содержит городскую тюрьму, трейлерный парк с кулом в стиле LSA под названием Disgrace Lens, исследовательский центр и огромную гидроэлектростанцию. Третья зона называется The Industrial District и содержит большой порт, мясокомбинад и храм Кришны. Grand Auto Auto 2 использует вид сверху, а также возвращает идею кражи машин и работы на различные банды. Игрок, играя за героя по имени Клод Спин, в отличие от первой GTA в ПК версии GTA 2, имеется возможность включения ночного режима и дневного. Практически в каждом районе существует по крайней мере одна банда, каждая из которых отличается своими собственными особенностями, автомобилями и поведением. Примкнув к одной из банд, игрок может снизить авторитет и тем самым испортить отношения с другой и наоборот. Задания игроку даются по телефонам, расположенным на территории банд. Банд существует телефон трех цветов. Зеленого – легкие задания, желтого задания, средние сложности и красного – трудные задания. Существуют также телефоны голубого цвета, по которым игрок может узнать краткую информацию о бандах. Доступность заданий от каждой конкретной банды напрямую зависит от авторитета и отношения игрока с ней. Чем выше авторитет и лучше отношения игрока с бандой, тем более сложные задания от нее доступны и наоборот. На каждом уровне имеется 22 задания, по 7 от каждой из трех банд и финальное последнее задание, когда за игроком начинает охоту, говори, банд того района, где он находится. Последнее задание считается выполненным, когда все три главаря оказываются уничтоженными. В оригинальной Гранд Автаута игрока преследовала только полиция, но в GTA 2 также добавлены SWEAT – федеральные агенты и армейские силы, если рейтинг опасности игрока достаточно высок. В отличие от первой, во второй части появилась возможность сохранить игру, если игрок входит в церковь, которая располагается в каждом районе города с достаточным количеством денег. Однако сохранение в любом районе стоит 50 тысяч долларов. Голос в возвещении Аллилуйя и еще одна душа спасена. PS1 версии Гранд Автаута 2 более простая, чем ПК версия. Например, уменьшено количество участников банд и пешеходов на улицах, а также уменьшено количество необходимых смертей для завершения миссии бешенства. В игре также есть саундтрек, представленный в виде радиостанции, которая можно прослушивать в тачке. Вводное видео в игре является нарезкой из 8-минутного короткометражного фильма, снятого в 1999 году для повышения популярности игры. Данный фильм доступен для свободного скачивания сайта Rockstar Games. Главного героя игры, Клода Спида, в данном фильме играет британский актер и модель Скотт Маслин. В конце фильма в спину Клода стреляет киллер, нанятый дзайбатсу. Из-за цензуры концовка с убийством Клода не вошла фильм на версии игры для PlayStation. GTA 3 это третья по счету и первая трехмерная игра в серии Grand Theft Auto. Она вышла в октябре 2001 года на PlayStation 2, в мае 2002 года на компьютерах. Также это первая игра импортированная на Android. Я знаю, что многие меня смотрят именно с этих девайсов и да, вы можете в нее поиграть. Теперь на мобилках GTA 3 это шутер третьего лица с большим открытым миром и с классическим управлением для этого жанра. Событие GTA 3 происходит в вымышленном американском городе Liberty City, прототипом для которого послужил Нью-Йорк. Протагонистом игры выступает безымянный преступник, ставший жертвой преступного сговора своей подруги Каталины и Мигеля, члена колумбийского наркокартеля. В игре, в отличие от предыдущих игр серии, был использован трехмерный движок RenderWare, который впоследствии был задействован в последующих играх Rockstar. Не бывала свобода действий, присущая играм GTA, в целом стала ключевой возможностью Grand Theft Auto 3. Появилась возможность загружать в игру собственные музыкальные треки в формате MP3, которые потом воспроизводятся на отдельной радиостанции. В игре представлено 54 вида транспортных средств, включая 4 лодки и 1 самолет, которые доступны для управления игроку. Большинство представляет собой обычные автомобили, однако имеются и специальные автомобили, принадлежащие членам определенных банд, а также служебные машины, автомобили, скорой помощи, полицейские автомобили, пожарный автомобиль и даже танк. В Grand Theft Auto 3 была улучшена физика транспортных средств, но она все еще остается довольно недоработанной и несовершенной. Транспортные средства имеют систему повреждения, однако они лишь визуальные и на их технические характеристики влияние оказывают. Немного о сюжете игры. Действия игры разворачиваются в 2001 году в вымышленном городе Либерти Сити, который располагается на восточном побережье Северной Америки, а его прототипом послужил реальный Нью-Йорк. Игрок выступает в роли безмолвного безымянного наемника, который при ограблении банка был подстрелен своей же собственницей Каталиной. А вернее не собственницей, а конечно же сообщницей. После чего был осужден и арестован, однако при транспортировке заключенных, среди которых был главный герой на полицейский кортеж, было совершено нападение, которое позволило герою совершить побег. Отсидевшись в убежище вместе с Америком Эй Болон, в русской версии его зовут просто Лысый, он примыкает к итальянской мафиозной семье Леоне. Поначалу выполняя задание посыльного, главный герой быстро продвигается и становится значимой фигурой в семье. Во время выполнения одного из заданий, он знакомится с женой крестного отца семьи Марии, она влюбляется в него и во время одной из ссор с мужем говорит, что переспала с ним. Крестный отец Сальваторе Алионе решает устроить главного героя, но тот благодаря Марии бежит под покровительство Якудзо, японской мафии. В игре присутствуют 9 радиостанций, 8 из них музыкальные, а одна радиостанция в формате ток-шоу. Все доступны для прослушивания игроку, когда протагонист игры находится в любом транспортном средстве, с исключением автомобилей специальных служб. Пора перейти к следующей части игры. GTA Vice City разработана британской студией Rockstar North и издана американской студией Rockstar Games. Это четвертая по счету и вторая трехмерная игра в серии Grand Theft Auto. Дата выхода 27 октября 2002 года в версии для PlayStation 2 и 12 мая 2003 года на персонале компьютера. Студия Rockstar Vienna также портировала игру для Xbox, выпустив сборник Grand Theft Auto Double Pack, куда также вошла предыдущая игра серии Grand Theft Auto 3. Событие GTA Vice City происходит в вымышленном американском городе Vice City, прототипом для которого послужил Майами. В 1986 году визуальный стиль игры, особенно одежда, музыка и транспорт отражает это, иногда с элементами изящной пародии. Протагонистами игры выступает Томми Версетти, ставший жертвой сговора своего криминального босса Сони Форелли. Концепции игры и геймплей в сочетании с использованием 3D движка игры способствовали тому, что GTA Vice City стала самой продаваемой видеоигрой 2002 года и одной из наиболее прибыльных компьютерных игр в истории. Игровые задания, как и в предыдущих играх серии, разделяются на два вида, сюжетный и побочный. Сами по себе сюжетные задания линейны. Их прохождение продвигается в заранее написанный сюжет игры, открывая доступ к новым районам игрового города. Часть сюжетных заданий не являются обязательными к выполнению в игре. За каждое успешно выполненное задание игрок получает вознаграждение денежно или в виде оружия и автотранспорта. Кроме 63 основных сюжетных миссий, существует также дополнительное второстепенное задание миссии на автомобиле городских служб, миссии по уходу автомобилей, гонке на стадионе, а также на маленьких радиоуправляемых самолетиках, вертолете и машинах, стрельба в тире, сбор чекпоинтов транспортным средством на времени и прочее. А теперь подробнее о сюжете игры. В 1986 год в Либерти Сити после 15 лет тюрьмы за убийство 11 человек возвращается главный герой Томми Версетти, босс Томми криминальный авторитет Сони Форелли, явно не рад его возвращению и отправляет его в Вайсити заключить сделку по приобретению наркотиков. Томми и еще несколько людей из клана Форелли встречают в аэропорту города адвокат Кен Розенберг, после все они приезжают в порт города, где и проходит сделка с братьями Вэнсами. Но неожиданно она срывается неизвестными киллерами, из клана Форелли гибнут все, кроме Томми и Розенберга. Томми успевает спастись, прыгнув на машину Розенберга и вместе они уезжают к офису адвоката. После, устроившись в отеле, Томми звонит Сони и сообщает о провале операции. Форелли в ярости и требует вернуть деньги и наркотики. Так началась криминальная карьера Томми в Вайсити. В начале игры он находит предполагаемого убийцу, шеф-повара Лео Тила. Между ними происходит драка, в которой Лео гибнет. А Томми забирает его мобильный телефон на месте потасовки. Томми встречает еще один выживший участник недавней сделки Лэнс Вэнс, младший брат Виктора Вэнса, погибшего на сделке в порту, и предлагает ему объединить усилия, так как у них общие цели. Томми хоть и не сразу, но соглашается, впоследствии Версетти и Лэнс станут друзьями. Многие элементы игрового мира заимствованы из фильма Брайна де Пальмы «Лицо со шрамом» и популярного американского телесериала 80-х «Полиция Майами». Клуб Малибу является точной копией клуба «The Babylon». Также позаимствован интерьер для отеля. Один из второстепенных персонажей Кена Розенберг, почти точная копия адвоката Дэвида Клейнфильда из фильма «Путь к Орлито». В России игра была издана на английском языке и русской документацией компании «Soft Club». Одновременно с мировой премьеры официально русская версия игры вышла 9 октября 2009 года и была издана компанией «1S Soft Club». По этой игре много отсылок к культуре и духу времени 80-х годов прошлого века. В целом игра получила позитивные отзывы, графика геймплей были высоко оценятны, учитывая ее относительно небольшие системные требования. Следующая игра в нашем списке называется Grand Theft Auto Advance. Честно говоря, до создания этого ролика я не слышал об этой игре. А вы слышали или может даже играли? Напишите об этом в комментариях. Это двухмерная игра из серии Grand Theft Auto от Rockstar Games. Выпущена 26 октября 2004 года для портативной игровой приставки Nintendo Game Boy Advance. В игре используется вид камеры сверху, такой угол обзора использовался в первых двух частях серии. Действие игры происходит в Liberty City, вымышленном мегаполисе, который также является местом действия в многих других играх серии. В ранних анонсах игры сообщалось, что GTA Advance будет портом GTA 3, однако в ходе разработки эта идея была отклонена, возможно из-за технических ограничений консоли и недостатка времени необходимого для переноса игровых миссий в двухмерное окружение. В результате игра была выпущена как предыстория GTA 3, время действия за год до события третьей части, так как сюжет разворачивается в Liberty City, в GTA Advance игрок путешествовал по знакомым местам, выполненным в типичном для серии урбанистическом стиле, однако расположение разнообразных секторов игры, таких как вспышки ярости или же спрятанных пакетов, трамплинов было изменено. Поэтому игрокам знакомым с Liberty City будет необходимо исследовать мир игры заново. Теперь про сюжет игры. 2000 год, Майк мелкий преступник, работающий с напарником Винни, вместе они хотят уехать из Liberty City и вернуться к обычной жизни, покинув криминальный мир, но внезапно перед отъездом Винни предлагает выполнить задание мафии Леоны. Во время одной из миссий машина Винни взрывается вместе с самим Винни и их деньгами. Майк, для которого Винни был вторым отцом, ставит перед собой сдачу отмщения. Его возмещение идет к переходу в другие организации, такие как Ярди, Колумбийцы и Якутза. Каждая банда имеет свои группировки, представители врагов и союзников, такие как Эйт Пол и друг Винни Стив, который будет давать Майку здание, помогающие узнать правду о смерти Винни. К концу игры Майк узнает, что Винни подстроил свою смерть и Майк случайно убивает Винни в порыве ярости, когда узнает о том, что Винни еще жив и подставил его течение последней миссии Эйт Бол будет травмирован и арестован властями, а в последней миссии Майк сбегает из Liberty City на самолете наркоторговца Циско в Колумбию. В целом игра получила смешанные отзывы. GTA San Andreas, вышедшая 26 октября 2004 года в Северной Америке и 29 октября 2004 года в Европе и Австралии, в вариантах для Windows и Xbox игра появилась 7 июня 2005 года в Северной Америке и 10 июня 2005 года в Европе. А что там у нас по сюжету игры? Действие игры происходит в 1992 году в окрестностях штата Сандреас. Игрок управляет главным героем Карлом Джонсоном по кличке Сиджей, афроамериканцем в возрасте около 25 лет. Сиджей вернулся в Лос-Антос после 5 лет жизни в Liberty City. Он уехал из Лос-Антоса в 1987 году из-за смерти своего младшего брата Брайана, в которой его винил старший брат Шон Джонсон по кличке Свит. В город он приехал на похорон своей матери Беверель Джонсона, она была убита врагами Свита во время драйв-бая. На пути домой Сиджея задерживает офицер полиции Лос-Антоса Фрэнк Темпени, глава подразделения по специальным операциям Крэш. Темпени обвиняет Сиджея в убийстве другого члена Крэш, офицера Ральфа Пендельбери, которого он сам же и устранил после того, как Пендельбери начал расследовать незаконную деятельность Темпени. В последствии Темпени и его сослуживец Энди Пуласки шантажирует Карла с фабрикованным обвинением против него, принуждая его работать на них, убивая людей, представляющих угрозу для преступной деятельности Темпени. После разговора в полицейской машине Сиджея выбрасывают в самом центре враждебного к нему криминального района, находящегося под контролем афроамериканской уличной банды Беллос. Поскольку Карл представляет банду своего родного района Гэнгтон, Орэндж Гроуф Стрит, являющийся частью преступного альянса Гроуф Стрит Фэмилис, гангстер и Балас являются его врагами богополучно, добравшись до дома своей матери. Сиджея встречает в нем своего старого друга Мелвина Харриса по кличке Биг Смоук и едет с ним на похорон своей матери. На кладбище Карл встречается со своим старшим братом Свитом, сестрой Кэндалл и старым другом Лэнсом, Уилсом по кличке Райдер. Свит с самого начала агрессивно ведет себя по отношению к Сиджею, Кэндалл же настроен на доброжелательное, сразу после появления Карла между ним и Свитом происходит ссора. И Кэндалл уходит заявив, что отправляется повидаться с Цезарем Виаль Пандо своим парнем. Как выясняется, Цезарь главарь враждебный Гроу-стрит мексиканской банды Верос Лос Асцекас. И Свит категорически против его отношений с Кэндалл. На обратной пути Свита Биг Смоука Райдер и Сиджея атакуют гангстеры Балас на автомобиле и приходят спешно возвращаться в родной квартал на велосипедах. Огромный открытый игровой мир и разнообразие окружения позволили разработчикам включить в игру заметно больше стилей интересных историй, чем в GTA 3 или Vice City, что коснулось персонажей. В игровом мире с Андрец присутствует большое количество уличных персонажей, которые могут разворачиваться между собой и с Карлом. Они тоже могут пообщаться, развернуться, какие-то действия с ним провести. Некоторые персонажи привязаны к локациям, таким как трущобы, сельская местность, китайские кварталы или промышленные районы. Также в каждом городе имеются свои уникальные персонажи. Как и в двух других предыдущих играх, в озвучении игры были задействованы многие выдающиеся актеры и музыканты, выступавшие как в роли персонажей, ведущих и второстепенных, так и в роли диджеев внутриигровых радиостанций. Сандреас также стала первой игрой в серии, где персонажи широко использовали грубую, ненормативную лексику. Впоследствии эта тенденция была продолжена в Grand Theft Auto Liberty City Stories. Эта версия игры многим полюбилась, в том числе и мне лично, а также получила очень высокие оценки от критиков. Grand Theft Auto Liberty City Stories консольная игра, разработанная британской студией Rockstar Leeds совместно с StarNorth и издательской американской студии Rockstar Games. Также эта игра вышла на Android, на iOS и даже на FireOS, но она не вышла на Windows. Игровой процесс GTA Liberty City Stories сохранил все характерные особенности предыдущих игр серии Grand Theft Auto. Главным героем игры является Тони Сиприани, который давал миссии Клоду в GTA 3. Действия игры происходят в вымышленном городе Liberty City. События игры разворачиваются в 1998 году, за три года до истории Grand Theft Auto 3. Обновился и расширился список игровых средств передвижения, были добавлены новые автомобили. В Liberty City появились и мотоциклы, которые по сюжету позже были запрещены в GTA 3. Наряду с традиционными дополнительными миссиями таксиста, полицейского пожарника, медика и так далее. В игру были добавлены новые, такие как Трэш Мастер. На мусоровозе требуется собрать трупы убитых из мусорных баков и отвезти на городскую свалку. Кар Магеддон. Требуется устроить беспорядки на улицах города на угнанной пожарной машине. Нодл Панк. Миссия сходно с танковой миссией развозчика пиццы из Vice City. Только в этот раз за указанное время требуется доставлять лапшу из ресторана Панк Нодлс. Кар Сейлсмен. Миссия по продаже автомобилей. Байк Сейлсмен. Миссия по продаже мотоциклов. See the sights before you fight. Необходимо встретить туриста в аэропорту и привезти его по всем достопримечательностям Либерти Сити, успев обратно к авиарейсу. А Вингинг Энджелс. Необходимо контролировать район в специальной форме ангела-дружинника с напарником и отлавливать нарушителей правопорядка. Scooter Shooter. Требуется гоняться за помеченными автомобилями и расстреливать их из ТЭК-9 сидя за спиной водителя мотоцикла. Версия Grand Auto Liberty City Stories для ПС поддерживает многопольский режим с максимумом до 6 игроков через Wi-Fi. А что там у нас по сюжету? В 1998 год Тони Сиприани возвращается из Либерти Сити после нескольких лет жизни в другом месте по причине убийства члена другой мафиозной семьи по поручению Дона Сальваторе Леоне. За время отсутствия Тони многие члены семьи Леоне поднялись по ранговой лестнице, а место Капо Реджи в семье занял Винченцо. Счастливчик Чили Сальваторе отдает Тони под командование Винченцо Сиприани выполнять несколько поручений для него, но Винченцо, опасаясь того, что Тони может занять его место, подставляет его, отправив за машиной, за которой слева полиция Тони выбирается из засады и разрывает сотрудничество с Винченцо. Сиприани работает с Джейди Отулом, членом вражеской семьи Синдако, работающей на Леоне под прикрытием. В ходе его заданий Тони наносит большой удар по семье Синдако, уничтожив их казино, также Сиприани выполняет задания для своей матери, знакомой по ГТА3. Мать Тони считает его недостойным и постоянно приводит ему в сравнении покойного отца. В ходе миссии Тони убивает любовника матери, сицилийского повара Джованни Касу. В конце концов она совсем сходит с катушек и отправляет за нерадивым сынком киллеров. Вы представляете, мать отправляет за сыном киллеров, с которыми он расправляется, конечно же. Наконец, работу Тони предлагает сам Сальваторе, который пытается заработать на забастовках против туннеля и моста в доках и тайно справлять и принимать наркотики. С помощью Тони Сальваторе завлекает на свою сторону верхушку профсоюза во главе с несговорчивой высокомерной Джейн Хоппер. Также Тони проводит сделку с колумбийским картелем. Во время задания Сальваторе Тони подвергает домогательством со стороны его жены Марии Латоре и выполняет ее прихоти. Члены Синдака похищают Дона Леона и пытаются убить, но его спасают Тони. Разъяренный Сальваторе лично берется за оружие и вместе с Тони и членами семьи отвоевывают у Синдака квартал красных фонарей. Джейди наконец официально посвящает семье Леоны, но вместо этого убивают паранойк Сальваторе, не хочет верить тому, кто однажды уже предал его и примкнул к другой семье. Тони получает звонок от Винченцо с предложением встретиться и помириться, но на месте встречи Сиприане ждет засада. Тони убивает всех прихвостней Чили и самого Винченцо и не смирившегося с возраставшим влиянием Тони в семье. Официально Rockstar Games не издавала игру на персональном компьютере, однако существуют модификации, полностью повторяющие игровой процесс оригинальной игры, в том числе и все миссии. А также игру можно запустить на виртуальных эмуляторах PSX2 для PlayStation 2 и PPSSPP для PSP. Grand Theft Auto Vice City Stories. Следующая игра в нашем списке. Игра вышла на PSP, PS2 и PS3 в 2007, 2008 и 2012 годах соответственно. На ПК игру опять не подвезли, как и на Xbox. Действие игры разворачивается в вымышленном городе Vice City в 1984 году, за 2 года до событий игры GTA Vice City. Давайте сразу по сюжету и напишите в комментариях, играли ли вы в эту игру и вообще в какие игры из нашего списка вы играли, напишите в комментариях. А я почитаю. 1984 год. Капрала Виктора Венца переводит служить в военную часть города Vice City. Виктор попадает под командование сержанта Джерри Мартинеса, тесно связанного с криминалом. Сержант сначала просит Виктора оказать ему пару услуг, из-за которых его отправляют в подставку из вооруженных сил. Вик отправился к единственному на тот момент знакомому в городе Филу Кэссиди. Фил знакомит Вика со своим бизнесом и со своими врагами. Во время исполнения одного из заданий Фил и Виктор попадают в засаду, организованную людьми Мартинеса, из которой с трудом выбирается. Фил, доверяя Виктору, знакомит его со своей сестрой Луизой и с ее мужем Марти Джиэм Уиллиасом, который может предложить Вику работу. Виктор поначалу помогает Марти, который занимается крышеванием, ростовщичеством с последующим отжимом имущества и содержанием борделя в его делах. Луиза, угнетенная унижениями и оскорблением мужа, переезжает жить к сестре Мэри Джо. Однако вскоре Марти похищает жену, пытаясь устроить ее в свой же бордель. Но Вик вмешивается в драму, спасая Луизу и убив Марти. После его смерти все точки Марти переходят под управление Вика. Виктор налаживает бизнес в городе, однако вскоре в Vice City приезжает его брат Лэнс, который становится правой рукой Вика в управлении криминальной империей. За время сотрудничества Виктора с кубинцами Лэнс познакомится с Брайаном Форбсом. Вик с Лэнсом помогает Форбсу, однако вскоре Лэнс выясняет, что Форбс агент управления по борьбе с наркотиками, работающий под прикрытием. Оба брата похищают Форбса и прячут в надежном месте, но убивают его при попытке бегства. Вик начинает работать на Умберто Робину и уничтожает завод Чоло. Вэнсы случайно узнают о сделке с Джерри Мартиноса. Виктор и Лэнс срывают сделку, угнав два грузовика с наркотиками и прячут их в новокупленном особняке Лэнса на Vice Beach. В разговоре с Мартиносом, который требовал свой товар назад, Вик узнает, что кокаин принадлежит братьям Мендеса. И у них появилось желание разобраться с Вэнсами. После срыва сделки Малтинос вступил в программу защиты свидетелей. В то же время Вэнсы знакомятся с транссексуальным режиссером из Германии Рейни Васулы Маира. Лэнс, найдя покупателя вместе с Виком, направляется на встречу. Во время отсутствия братьев их мать украла у них весь кокаин и уехала в неизвестном направлении. Угу. Братья Мендесы посылают людей для захвата точек Вэнсов, но Вэнсы с помощью Фила, Умберто и наемников отбивают на понедельник. И Мендесы предлагают Вэнсам сотрудничать. Мендесы требуют найти виновных в срыве сделки. Виктор исполняет поручения Мендесов и находит доказательство тому, что сделка была сорвана Мартиносом. Вскоре Виктор возвращает наркотики Мендесов. Воу. Ну и сюжетик, честно, криминально. В Vice City реализована сеть бизнес-центров во всех районах, кроме Vice Park. В начале игры все локации заняты чолом, байкерами и акулами. Однако с ними нельзя взаимодействовать. После миссии захвата двух точек банды трейлерного парка, эта возможность открывается. Приходится как атаковать, так и защищать собственное здание. Некоторые бизнесы могут быть выставлены на продажу. Они подсвечиваются зеленым цветом. Синие принадлежат криминальной семье Венсов, желтая чола, темно-серые байкеры и красные акулы. Теперь поговорим о GTA 4. Она вышла 29 апреля 2008 года для двух приставок PS3 и Xbox 360. Также полгода спустя игру портировали на ПК. Действие GTA 4 происходит в вымышленном американском городе Либерти Сити, прообразом которого послужил Нью-Йорк в однопользовательском сюжетном режиме. Игрок управляет героем по имени Ника Белик. Иммигрантом из Юго-Восточной Европы и ветераном Югославской войны, прибывшим в Либерти Сити в поисках богатства и ради мести. За первую неделю продаж было реализовано свыше 6 миллионов копий игры на общую сумму 500 миллионов долларов. Из них 310 миллионов долларов в первый день при затратах на производство около 100 миллионов долларов. За рекордный в медиа индустрии результат по продажам в первый день и первую неделю, GTA 4 была включена в книгу рекордов Гиннесса. В 2020 году в Steam переиздали игру в виде Grand Theft Auto 4, The Complete Edition, которая включает в себя GTA 4 дополнение The Bullet of Guy Tony и The Last End Diamond. Искусственный интеллект в GTA 4 по сравнению с предыдущими частями заметно поумнел. Теперь неигровые персонажи умеют забираться по лестницам, как и наш герой, залезать на различные возвышенности, плавать, бегать с той же скоростью, преодолевать различные препятствия и многое другое. Также теперь, если героем ударят при стоящем рядом полицейском, то он немедленно отреагирует, задержав преступника нашего персонажа. После этого агрессор и полицейский сядут в ближайшую патрульную машину и уедут в неизвестном направлении. А теперь про сюжетную часть игры. Действия игры разворачиваться в 2008 году. Во время начальных титров в поисках новой жизни в Либерти Сити прибывает на корабле иммигрант Ника Белик. Ника происходит из неизвестной восточноевропейской страны, предположительно Сербии. Название которой за все время действия так ни разу и не называется. В Либерти Сити новоиспеченный иммигрант прибывает по приглашению своего кузена Романа Белика. В своих письмах Роман Ярк живописал исполнение всех своих желаний в свободном городе, в стране возможностей. Шикарные апартаменты, полный гараж спорткаров и целый гарем топ моделей. В реальности же он живет в грязном гадюшнике в русском районе Хоуф Бич, аналог Брайтон Бич в реальном мире. Владеет небольшой службой такси и ухажет за местной девушкой Мелори. Ника знакомится с окружением Романа и в самом скором времени обзаводится новыми друзьями, помогая своему кузену с бизнесом. Ника однажды подвозит одного из постоянных клиентов Романа Белика, колоритного Растамана по кличке Малыш Джейкоб. Малыш Джейкоб непрерывно курит ганжубас и говорит по-английски на тяжелом Растаманско в жаргоне с сильнейшим ямайским акцентом, однако Ника умудряется прекрасно его понимать. Вскоре Ника и Малыш Джейкоб становятся друзьями. Другим постоянным клиентом Романа является буквально фонтанирующий оптимизмом бодибилдер Брюси Кибутс, который зарабатывает себе на жизнь всем, что связано с машинами, не только тюнингами и стритрейсерством, но и угонами. Мэлори знакомит Ника с девушкой по имени Мишель, новая знакомая быстро входит в доверие к Белику и они начинают встречаться. Мишель ведет себя подозрительно, на свиданиях она то и дело пытается выяснить, чем на самом деле занимается Ника. И кроме того, вся мебель в ее квартире почему-то совсем новая, зачастую с неубранными ценниками. Пагубная страсть Романа к азартным играм приводит его к долгам, опасным людям. Однажды Ника заступается за своего двоюродного брата, набив морды наехавшим на него албанским бодитом. Бойцовские качества Ника обращают на себя внимание мелкой шестерки русской мафии Влада Глебова. Глебов предлагает Ника поработать на него сначала в качестве отработки долга Романа, а затем и за деньги. Сюжет в игре впервые в серии предлагает две различные концовки, которые зависят от последнего выбора Ника. Герой должен решить, стоит ли ему отомстить Дмитрию Раскаллу, в чем Ника поддерживает Кейт Макрири. Или следует заключить с Раскаллым сделку, на что его уговаривает Роман. В игре также есть мультиплеер, игра получила очень высокие оценки от игровых изданий. Лично мне четвертая часть не зашла, как 9 лет назад, когда я впервые в нее сыграл, так и сейчас. Сейчас у меня главная претензия к графике, но все-таки это игра 2008 года и надо делать на это скидку. Grand Theft Auto Chinatown Wars, компьютерная игра для портативных консолей и мобильных устройств с видом сверху. Десятый проект серии Grand Theft Auto, вышедший 17 марта 2009 года для Nintendo DS, а позднее для PlayStation Portable, Android и iOS. Действие игры в очередной раз разворачиваться в Liberty City, за основу которого взят город из Grand Theft Auto 4, за исключением штата Олдерни. В игре используются технологии Cell Shading и свободно вращающаяся камера видом сверху для отображения виртуального мира. По названию этой игры становится понятно, что ее делали для азиатского рынка, типа китайские войны, каждый китаец должен ее сыграть. Ну почти. В отличии от прочих игр серии, здесь есть некоторые отличия, например, при езде на машине игрок может стрелять из пистолета и кидать гранаты или коктейли Молотова из окна автомобиля. Также в отличии от Сандрес, чтобы стрелять из двойного пистолета, нужно либо найти такой, либо заказать в магазине оружие. Впервые в серии вся графика была полностью мультяшной, а графические новеллы имели стиль комикса. Теперь про сюжет игры. После смерти отца, Хуану предстоит выполнить несложное задание, необходимо отвезти дяди Кенни в Либерти Сити, принадлежащие покойному древний меч, чтобы упрощить положение их семьи во главе триад. Хуан Ли избалованный богатый папенький сынок, который ожидал от этой поездки только развлечений. Но с самого начала все пошло не так гладко, как ему хотелось бы, лишившись фамильной реликвии и побывав на волосок от смерти, Хуан Ли должен будет пройти долгий путь в поисках чести, богатства и отмщения в самом опасном и морально разложившемся городе мира. Поначалу он выполняет задание своего дяди Ву Ли, вернув ему честь среди триад. Позже он знакомится с Чаном, сыном самого главного босса триад и работает на него. Помимо Чаня, Хуан знакомится с корреспондентом новостей Мелани Малар, подружкой Чаня и полицейским Уэйдом Хестоном, а также Джоу Мином и самим Сянь Дзе Оминин. Выполняя различные задания, он знает, что убийцами его отца стали Чань и Джоу. Хуан убивает их, выполняя долг триад, через некоторое время ему приходит эмейл от Уэйда. Там написано, что полицейских подкупила некая крыса и что Чан и Джоу невиновны. Уэйд узнает, что скоро будет встреча крысы с ФБР и немедленно едет туда с Хуаном. Доехав, он узнает, что крыса это сам Ву Кенни Ли. Хуан в бешенстве гонится за ним, Кенни доезжает до отеля Синя, туда приходит Хуан и в ярости убивает предателя, после чего становится главным боссом триад в Либерти Сити. На iPad игра по понятным причинам вышла с приставкой HD, в iPad версии игра была значительно улучшена графика, модели транспорта и зданий имеют большее количество полигонов, улучшены эффекты освещения и взрывов. Данная версия игры использует технологию мульти-тач в игровом интерфейсе, как и версии для iPhone и iPod Touch. Существует возможность слушать собственную музыку на радио. На Android игра была выпущена спустя 4 года после выхода на iPad 17 декабря 2014 года. В Android версии игры была улучшена графика, модели транспорта и зданий имеют большее количество полигонов, улучшены эффекты освещения и взрывов, однако пропали все тени из игры. В Российской Федерации игра вышла без поддержки русского языка, но существует любительский перевод. В Google Play продано более 100 тысяч копий игры, а теперь поговорим про мою любимую часть из серии GTA, GTA V. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году. В 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году для персональных компьютеров под управлением Windows. Действие игры происходит в вымышленном штате Сандрес, прообразом которого послужила Южная Калифорния. Сюжет в однопользовательском режиме строится вокруг приключений троих грабителей, устраивших все более дерзкие ограбления и противостоящих как организованной преступности, так и правоохранительным ведомствам. В процессе игры игрок управляет выбранным персонажем в режиме от первого или третьего лица. Персонаж может свободно передвигаться по обширному миру игры как пешком, так и на автомобилях и других видах транспорта. Особенностью GTA V по сравнению с другими играми серии является возможность переключаться между персонажами в любой момент, как во время выполнения зданий, так и вне их. Многие здания игры связаны с ограблениями и угоном автомобиля, при этом игровой персонаж может участвовать в перестрелках и погонях. Grand Theft Auto Online представляет собой встроенный многопользовательский онлайн режим, поддерживающий до 30 игроков одновременно. Для них предлагаются как кооперативные, так и соревновательные задания. Разработчики из Rockstar Games заявили, что на момент выхода GTA V является их самым большим и амбициозным проектом с крупнейшим созданными ими открытым игровым миром. GTA V является не только самой дорогостоящей по затратам на разработку и маркетинг игрой в истории, но и одной из самых популярных. На 2018 год ее совокупные продажи на всех платформах превышают 95 миллионов копий, уступая лишь по продажам Тетрису и Майнкрафту. В свежем квартальном отчете за 2020 год, Take Two Interactive поделилась данными, что за все время продажи игры, ее тираж составил 130 миллионов копий. На разработку и маркетинг игры ушло 256 миллионов долларов. Ну что, уже стали волосы дымом? А может не только волосы от такой суммы? На какую-то там игру? То ли еще будет. Всего в игре 62 основные миссии и множество побочных. Так, миссии с ограблением можно проходить несколькими способами и в игре имеется три концовки. Впервые в истории серии в игре присутствуют сразу три главных героя, Франклин, Майкл и Тревор, между которыми можно переключаться почти в любое время. В некоторых миссиях доступно два персонажа, в некоторых миссиях игрок поочередно получает под управление сначала одного, а потом другого персонажа. Впервые в серии главные персонажи имеют специальные навыки, каждый навык дает соответствующую персонажу способность или преимущество. У Франклина замедление времени во время езды в транспорте, что дает преимущество в маневренности. Чтобы восполнить шкалу умений Франклина, надо набрать на транспорте максимальную скорость, избегать аварий или ездить по встречной полосе. У Майкла замедление времени во время стрельбы, что облегчает прицеливание для заполнения шкалы навыка Майкла требуется ездить на высокой скорости, устранить противника в ближнем бою или убить выстрелом в голову. У Тревора при падке бешенства, благодаря которым он наносит врагам вдвое больше урона, а сам получает вдвое меньше шкала навыков Тревора, заполняется, когда он убивает противников, делает выстрелы в голову, ездит на высокой скорости и получает урон. Майкл, Франклин и Тревор начинают игру с разным набором личных характеристик. По мере того, как герои набираются опыта, растут и их показатели, а это в свою очередь улучшает их навыки, повышает скорость реакции и выносливость. Чем чаще игрок применяет навык, тем быстрее растет соответствующая характеристика. Например, если Майкл полетает на вертолете, у него повысится показатель полета. Личные характеристики индивидуальны для каждого из героев. То есть, если Франклин будет много кататься на автотранспорте, показатель вождения повысится только у него, у Майкла. И Тревор эта характеристика останется неизменной. Если же в предыдущих играх серии подводному миру практически не уделялось внимания, то в GTA 5 он детализирован не хуже, чем в Суши. Его можно исследовать, занимайтесь дайвингом или управляйте батискафом. На дне океана по всей карте разбросаны различные объекты, обломки корабля, документы и так далее, которые нужно будет собрать в побочных миссиях. Также в океане можно найти затонувшее НЛО. В Grand Theft Auto 5 впервые в серии появились животные, с которыми можно взаимодействовать. Первое упоминание о животных было в дебютном трейлере, где человек совершал пробежку вместе со своим питомцем с собакой. Далее в последующих трейлерах животные также несколько раз были замечены, а в одном даже упомянуты, говорилось о том, что на них можно будет охотиться. Данная фишка сохранилась и в финальном релизе, но в мультиплеере животных не оказалось вообще. Один из главных протагонистов игры Франклин имеет собаку по кличке Чоп, которого можно дрессировать, играть с ней и так далее. Животный мир в игре достаточно разнообразен, собаки, акулы, рыбы, чайки, олени, койоты и горные львы, кабаны, коровы и даже кошки. А теперь по сюжету игры. 2004 год, Людендорф, Северный Янгтон, профессиональные грабители и лучшие друзья Майкл Таунли, Тревор Филлипс и Брэд Снайдер совершают налет на местный банк. Ограбление удается, но при отходе машины попадают в аварию и героям приходится убегать пешком. Брэда и Майкла подстреливают агент ФРБ, типа игровая пародия на ФБР. Дэйв Нортон Тревору удается сбежать. Но как выясняется позже, смерть Майкла была инсценирована, он до ограбления вступил в программу по защите свидетелей, начал сотрудничество с ФРБ и ради спасения себя и своей семьи завел друзей в засаду. Он получает от ФРБ дорогой особняк, деньги и чтобы выживший Тревор его не нашел. Майкл меняет свою фамилию Таунли на Дэсант. Действие игры переносится в 2013 год, Лос-Антос, штат Сандреас. Майкл имеет напряженное отношение с семьей, его жена Аманда постоянно тратит его деньги и изменяет ему. Сын Джимми помешан на видеоиграх и наркотиках, а дочь Тресси пытается попасть в телевидение, в частности в порноиндустрию. Майкл ходит на сеансы к психотерапевту Исайе Фридлендеру, который по его мнению ему совсем не помогает. На улице к Майклу обращаются двое афроамериканцев, Франклин Клинтон и его друг Ламар Дэвис, и спрашивают адрес одного дома. Они угоняют у владельца этого дома два спорткара для работодателя Симона Етаряна, хозяина автомобильного салона. В салоне Симон продает в кредит внедорожник сыну Майкла Джимми, но вскоре Симон поручает Франклину выкрасть машину из дома Майкла за просрочку. Франклин пробирается в дом и угоняет машину, но на заднем сидении оказывается Майкл, который приставляет пистолет к голове Франклина и заставляет въехать в окно автосалона Етаряна. Майкл избивает Симона за мошенничество, Франклин теряет работу. Франклин предлагает свои услуги Майклу. Сына Майкла Джимми похищают некие бандиты вместе с яхтой Майкла, которую Джимми пытался им продать. Майкл с Франклином спасают Джимми, но яхту упускают. Майкл, застукав Аманду в постели с ее тренером по теннису, гонится за ним вместе с Франклином до его дома и привязав опоры дома к своему пикапу, обрушивает его на землю. Но выясняется, что это был дом подруги, говоря мексиканской мафии в Лос-Антосе Мартина Мадраса. Майкл должен за ремонт 2,5 миллиона долларов и ему приходится вернуться к ограблениям. Он находится у своего старого друга Лестера Креста. Франклин также помогает своему другу Ламару, который связан с группировкой Gangster's Families, которой противостоит банда Беллос. Из тюрьмы возвращается один из почетных членов Families, Гарольд Стретч Джозеф, с которым Франклин имеет напряженное отношение. Также Ламар отдает Франклину на попечение своего пса Чопа. Майкл и Лестер подготавливают ограбление ювелирного магазина Вангелико. Вместе с Франклином и другими членами банды, Майкл совершает налет на магазин и выносит около 5 миллионов долларов. Он расплачивается с Мартином и вместе с Франклином решает залечь на дно. Но во время ограбления Майкл выдает из себя свои фразы, которые сказал в Людендорфе в 2004 году. «Каждый день ты забываешь тысячу мелочей, пусть это будет одна из них». И его по этой фразе узнает Тревор Филлипс, который в это время, занимаясь сексом с наркоманкой байкершей Эшли Батлер, осмотрел репортаж новостей об ограблении. Тревор живет в Сэнди Шортс, небольшом городе в округе Блейн. Он имеет собственную наркокомпанию Тревор Филлипс Индастриз. Но на его пути встают байкеры-пропащие, которые после развала клуба в Либерти Сити перебрались в округ Блейн. Ситуация достигает своего апогея, когда Тревор в порыве ярости убивает их президента Джонни Клебитса, решившего разобраться с Тревором из-за чувств Кэшли. Также бизнесу Тревора мешает латиноамериканская группировка Various Los Aztecas, которая нападает на его наркофабрику. Тревор отражает нападение и убивает главаря банды Ортегу. С Тревором начинает работать Тао Чен, сын Вэя Чена, главаря Триады в Сан-Андреасе. Но его переманивают в свой бизнес конкуренты Тревора, братья О'Нил. Тревор уничтожает их дом, оставшись в живых О'Нилы и Вэй Чен жаждут мести. С помощью своего друга Уайда Тревора находит Майкла в Лос-Андосе, друзья воссоединяются, но имеют напряженные отношения. Тревор считает Майкла предателем, инсценировавшим смерть и скрывшимся с деньгами. Майкл встречает с Дэйвом Норденом и его коллегой Стивом Хейнсом. И по их поручению с Тревором и Франклином спасает нужного ФРБ человека Фердинанда Керимова из здания ЦУР. Это также игровая пародия на ЦРУ. Затем под руководство Тревора герои крадут секретное оружие у военной охранной организации Мэри Уэзер, которое однако приходится вернуть. Майкл ссорится с семьей и Аманда с детьми уезжает. Майкл, Тревор и Франклин по поручению ФРБ грабят инкассаторский фургон с деньгами. И Майкл знакомится с Дэйвином Уэстоном, богатым бизнесменом, который поручает героям украсть для него несколько редких машин. Уэстон представляет Майкла Соломону Ричардсу, знаменитому кинорежиссеру, который предлагает Дэ Санте быть продюсером его нового фильма. Майклу звонит Мартин Мадраса и предлагает ему работу. Вместе с Тревором он взрывает реактивный самолет и крядет из него ценные бумаги для Мадраса. Но Мартин отказывается платить и Тревор в злости похищает его жену Патрицию, с которой у него впоследствии возникают романтические отношения. Майклу и Тревору приходится на время покинуть город и они поселяются в трейлере Филлипса в Сэнди Шортс. Тревор со своим другом Роном угоняет самолет Мэри Уэзер с оружием, но его подбивают истребители. Вместе с Майклом и Франклием Тревор убивает оставшихся в живых братьев Анил, затем они совершают налет на банк Палетто Бэй. Но большая часть вырученного дается ФРБ. Для расплаты с Мадраса Майкл и Тревор грабят поезд Мэри Уэзер. Наконец вместе с Дэйвом Нортоном и Стивом Хейнсом они крадут нейротоксин из военной лаборатории. Тревор возвращает жену Мартину, Майкл возвращается в город. Герои готовятся к главному ограблению в игре, ограблению федерального хранилища. Тревор внезапно задается вопросом, кто находится в могиле Майкла Таунли вместо него. Тревор решает добраться до Людендорфа, чтобы все узнать. Майкл в погоне за ним также летит в Янгтон. Тревор раскапывает могилу и находит в ней тело Брэда. Внезапно появляются бандиты Вэя Чена, Тревор сбегает. Майкл уже попадает в плен к китайцам, Франклин тем временем доставляет все машины Уэстону. Но Дэйвин отказывается платить с помощью Лестера, Франклин находит Майкла и спасает его. Майкл возвращается на киностудию, Дэвид Уэстон пытается завладеть новым фильмом Ричардса. Но Майкл останавливает его с помощью доктора Фридленда. Майкл воссоединяется с семьей, вместе с Франклином Майкл совершает налет на здание FIB и крадет ценные файлы для Нортона и Хейнса. Нортон назначает встречу Майклу, которая оказывается засадой агентов FIB, организованной Стивом Хейнсом. С помощью внезапно появившегося Тревора Майкл и Дэйв спасаются. А теперь самое сладенькое. Оказывается, на данный момент продажи GTA 5 принесли в Кстар около 3 миллиардов долларов. Бюджет разработки составил порядка 250 миллионов долларов, а микротранзакции в GTA Online добавили к этой сумме еще 500 миллионов долларов. Фух. Подсказал про все основные части GTA, их 11. Лично моя самая любимая GTA 5. А теперь проголосуйте в комментариях, какая игра из этой серии самая крутая по вашему личному мнению. Нужно написать игру, которая по твоему мнению самая лучшая. Напиши GTA, хэштег GTA, если ты за самую первую часть игры 97-го года. Хэштег GTA 2, если ты за вторую часть игры. Хэштег GTA 3, если ты за третью часть игры. Хэштег GTA Vice City, если ты за четвертую часть игры. Хэштег GTA Advance, если ты за пятую часть игры. Хэштег GTA San Andreas, если ты за шестую часть игры. Хэштег GTA Liberty City Stories, если ты за седьмую часть игры. Хэштег GTA Vice City Stories, если ты за восьмую часть игры. Хэштег GTA 4, если ты за девятую часть игры. Хэштег GTA Chinatown Wars, если ты за десятую часть игры. И хэштег GTA 5, если ты за 11 часть игры Если ты досмотрел этот ролик до конца, значит тебе было интересно И я думаю ты заметил, что в ролике не было рекламы Чтобы канал развивался и видео чаще выходили, нужна финансовая поддержка Так что буду рад твоему рублю или другой валюте В принципе ссылка есть на донат в описании Каждый вообще кто задонатит, он попадет в мой следующий ролик Так что ребята, ссылка есть в описании Подпишись на мой канал и сделайте кнопку подписаться серой И не забудьте поставить лайк этому ролику и нажать на колокольчик Чтобы вам приходили все уведомления о новых роликах на канале Это реально интересно Также посмотрите мои прошлые ролики и предлагайте в комментариях идеи для новых роликов С вами был Максим Шубин, до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok